смотрите в каком мы симпатичном райончике ни разу здесь не были объясни ребенку что такое проституция каннибалидом нет ничего себе смотрите как интересно это уже началась чат та часть музея которая посвящена искусству так понимаю современного вот такая огромная площадь красиво вкусно приятного аппетита все вкусно или все невкусно всем большой привет добро пожаловать в субботу сегодня у нас такая культурная программа мы собираемся сейчас ехать в одно я надеюсь интересное место давно хотели попасть но все время откладывали из-за погоды была хорошая погода и нам жалко было тратить эти солнечные дни на какую-то такую экскурсию в помещении вот а сейчас на улице пасмурно дождик поэтому мы решили ехать сегодня в музей он входит в список тех музеев которые сейчас летом бесплатным вот поэтому тем более мы едем туда я уже собралась сегодня я первая как ни странно жду сейчас ваню слова и и мы отправляемся хотели ехать на автобусе но пошел дождь и мы решили ехать на машине такие вот дела так что добро пожаловать в нашу субботу в центр дублина сегодня будем гулять узнавать что-то новое в общем короче поехали мы припарковались на парковке парковка стоит 8 евро за день в принципе это но если бы мы парковались вдоль улицы это было бы дороже вот но у нас мало хайде стоит дешевле 4 50 около станции стоит тоже оставить на целый день ну ладно главное что было место выходим а музей где-то рядышком смотрите в каком мы симпатичном райончике ни разу здесь не были впервые значит с парковкой чудо какой-то обман на въезде написано 8 евро за целый день а дальше идут вывески совершенно другие цены но теперь мы посмотрим сколько мы заплатим неизвестно потом расскажу вам друзья и и и и и ну вот оказалось что есть здесь своя парковка не надо было парковаться где-то там 3 9 миль мы не знали поэтому припарковались далеко вот напротив вот там вот за рекой там наверное лисе впереди это завод гиннес а мы с вами приехали посмотреть вот эти вот бараки это какие-то военные бараки бывшие которые превратили в музей то есть это такой исторический музей ничего о нем пока не знаем вот сейчас приедем и все расскажем приедем придем размечталась заранее на сайте нужно бронировать себе промежуток времени в который вы приедете мы забронировали с 3 30 там помда 4 30 вот не знаю будет ли экскурсовод или мы будем ходить сами все посмотрим вход бесплатный пока поэтому идем наслаждаемся не забываем маски в общем то и все поехали ну что отправляемся с вами сначала в сторону ирландской военной истории скажем так здесь несколько частей в этом музее первая будет ирландская это этот барак да в разные годы с мариване 1798 22 2003 собственно теперь здесь мы точно на этом же месте практически сейчас стоим мы с вами такая огромная площадь до где мы сейчас нам в коробке то есть получается волочь объясни мне пожалуйста вот это вот то что мы сейчас площадь видели это крошечная часть а еще есть у этого комплекса еще все вот это видели есть милитари призом она нельзя признать своих тюрьму что это такое для создания карт используя а вон мэпин давай и вот это вот тоже когда ирландия была частью векей ваня боится вот этого мальчика когда ирландия входила состав великобритании вот так вот выглядели дети такая то что какой-то стул а что за стул moving house а это значит и что портативный такой стул который использовался для членов семьи чтобы они могли сопровождать своих близких вот в эти вот бараки вставляете видимо где-то в транспорте использовался когда сидений не хватало проституции только проституция объясни ребенку что такое проституция как они были 2 никак не болит начался как полоте объяснить его лишь такой проституция женщина который к мужчинам за деньги приходили как ты кто я объяснил ребенку монета это женщины женщина к мужчинам целоваться приходили и за то что они целовались и мужчинам деньги давали вот так это вот так вот эти женщины были одеты а нет 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 это свадебные наряды свадебные наряды для женщин ваню вот это да если тебе кто-то мальчик не понравится потому-то женщина это мужчина ирландский мушкетер солдат 1598 год ничего себе вова рассказал что пушка 17 18 века и вытягивали эти пушки лошади естественно до 17 веке подождите я что-то не не так либо я что-то не так поняла либо во время битв каждый солдат у себя во рту держал несколько вот таких вот шариков для того чтобы загружать их как можно быстрее правильного лать почитать нет вот тут да штайфан ты в таких сапогах вот со звездочками с таким школу придешь и по попе себя да ваня вот смотри с каким копьем огромным сидит представляете а что же это так и кажется сейчас моргнет глазом защитник of atlone bridge защитник от маска в атлоне лишь в они у него в руке что 1691 год не трогать эти камни на этот камень настоящий о его не так то это заключенный ванюш я вот это с леопардом и с хвостом его никакого смотреть знаете знаете что самое интересное что вот посмотрите ведь это же какой-то дизайн был да это какие-то шуточные шапки мама а тишь 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 не кричи это вот с хвостом а вот это вот в индии а вот это вот в индии леопардовая а вот это наденьте в африке или в пустыне видишь в ватикане видишь это в пустыне наверно там где пески полиш дизайн бэйстон полишки хватит вами а почему гис и так называли дикие гуси террорий уезжали из ирландии чтобы сражаться в армиях других стран во франции в австрии и испании смотри ваня с собой какие-то продукты взял с чашечкой пиво и бутылочку и пиво вряд ли это было пиво что-то в России написано Джозеф Кармилович Урург а как он относится к Ирландии написано урург родился в России его отец был ирландец он служил в русской армии с 14 лет против шведов сражался учусь и урург а как же он в Ирландию попал а это австрийец Эндрю Орайли а это тоже смотрите Питер Лейси тоже русский чего себе смотрите как интересно это настоящий самолет Володь как думаешь или макет как он так держаться может тут это уже зал начала 20 века времен ирландского восстания уже так ближе к нам к современному миру Вова очень увлекается этим периодом в истории Ирландии у него есть ты, говорит, дочитал свою книгу огромную? декларация независимости Ирландии да не бойся ты, ну чего ты? ну что? почему? можно а кто это вообще? а вот, наверное, что-то нет да посмертная маска не знаю, вообще, посмертной маски да, да, смазка, Майкл Коэнс, да с Антвинсент Хоспиталом остальные ой, боже, это как на Сталина похож Артур Гриффит а почему вот этот вот стаканчик какой-то стоит? просто какие-то, да, документы такие пистолетики маленькие прям для моей сумочки я думала, мам, мне только пистолетовую сумочку а вот мои документы сгоревшие мам, Майкл Коэнс, ты что сказала? я не хочу пистолетовую сумочку нет, пистолетовую сумочку я не хочу но он такой маленький он ломал камень с рыбакой ну а что, если раньше не было? видишь, как это вот все дети вот посмотри, маленькие ребята не дети а вот это вот, посмотри ну он ничего не делал он просто там стоял так знаешь, тебе бы сейчас надо было камни ломать это же ужас вот это что, двигатель какой-то? а что, от самолета? да американское включено а это похоже на бомбоубежище какое-то шантер да, от бомб защита, да? бомбоубежище какая же я умная все-таки, а? сам себя не похвалишь никто не похвалит смотрите, Вова сообразил я говорю, для чего вот эти вот инсталляции нужны он сообразил, что это расцветка ленточек на орденах посмотрите, правда, так и сверху посмотреть вот надо же догадаться мне кажется, Володь, этот вопрос достоин что, где, когда как думаешь? нет? посмотрите, какая машина а стекла это тут уже поставили, да? их раньше нам не было Ваня, посмотри, как там сидели плотненько какие маленькие сидения я бы там не уместилась вот стрелочка прямо нарисована а это мины еще, да, наверное так, наверное, жили солдаты Вань, понимаешь, какая кроватка? малепусенькая а вон, смотри, на улице стоят какие машины Володь бронетранспортеры какие-то слушайте, какая же площадь огромная это мы только на первом этаже ну, там первый, второй ходим представьте, сколько здесь всего а вот как здесь построения проходили это уже началась та часть музея которая посвящена искусству так понимаю, современному я люблю все такое вот творческое, красивое необычное сейчас посмотрим, что здесь есть а где там искусство? ничего себе Юлий Цезарь Бюсты и кто? откуда такой нейромаолика? кто это, Володь, не знаешь? кто это, Володь, не знаешь? КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 Все, кто живут в Дублине или где-то поблизости, приезжайте. Вы не пожалеете. Мне кажется, что... Ну, я просто удивлена, честно говоря, что такой огромный музей, очень современный. Очень, знаете, местами такой интерактивный. Особенно, наверное, когда отменены все вот эти вот ограничения. И что он сейчас бесплатный. Это просто удивительно. Вот. Поэтому не пожалеете точно. И мальчишкам, и девчонкам, мне кажется, всем должно понравиться. Очень и очень интересно. Вот. А у нас начался дождик меленький. Вот. Ну, и мы идем куда-то в сторону машины. Посмотрим по дороге, что будет. Будет ли где-нибудь возможность перекусить или где-то погулять. Посмотрим. Потому что дождик, в принципе, еле-еле капает. Можно сказать, его даже уже и нет. В горку подниматься тяжко. В итоге 8 евро. Но я не уверена, может быть, это только по выходным. Так что повезло, Ванек. Восьмерочка. Смотрите, целая парковка велосипедов. Смотрите, правда, сколько велосипедов. Володь, ты обращал внимание? Что? Посмотри, какая большая парковка велосипедов. Вижу. С ума сойти. Обалдеть вообще. Почему неинтересно? Но вдоль улицы, наверное, тоже не бросишь так, да? Да, машины пропустим. Так, друзья, что у нас сегодня на ужин? Мы заехали в китайский тейк-эвэй и взяли себе кое-что перекусить. У меня мой любимый том-ям. Кроме меня его никто не ест. А я люблю очень том-ямчик. Это который, мне кажется, даже вкуснее, чем в том тайском ресторане. Ванек заказал обычный рис. И Ванек еще будет, скорее всего, вот такую вот лапшу. Это удон с говядиной. Короче, у нас так по походному. Некрасивенько, но зато вкусно. Мы периодически берем в этом кафе еду. Очень вкусно, всегда свеженько. Вкусно? А попробуй макарошку. Интересно, тебе понравится? Ну, ты пробовал, тебе нравилось вроде бы. Нифига, ты тоже накручивать умеешь? Вау, Ваня! Нифига себе, ты как поедаешь удон! Вкусно? Приятного аппетита! Ты тоже. Все вкуснее риса и макароны? Я не знаю. Все вкусно или все невкусно? Все вкусно. Женя, хочешь такой все? Неа. У нас уже ягодка появилась. Уже ежевика. Есть. Все, Кэрри сходит с ума. Мы просто гулять вышли. Взяли мальчишек, Ваниного друга Нелона, его братька. И вышли с собаками погулять. И с детьми одновременно. Кэрри тянет. Очень хочет ко всем попасть. Вы знаете, у нас уже чувствуется дыхание осени. Я заметила, что уже листики начали желтеть, уже опадать начали. Особенно, наверное, так что это за дерево было, я вам не скажу. Но вот клены стоят еще зеленые. А сегодня вот какое-то дерево, я видела, уже желтеет. И многие люди, к сожалению, на это реагируют. А мне, наоборот, это очень нравится. Я обожаю начало осени, если особенно такая золотая осень. Боже мой, меня Кэрри дергает. В общем, такая прохлада, ветерок. Очень хорошо. Тихо, спокойно. Пока еще зелено. Вот что это за дерево? Кто знает? Не знаешь, Валыч, что за дерево? Уже листики сбрасывают. Что? Липа. Ты просто так сказал? Это не осина. Нет, точно не осина. Вот это я точно знаю, что не осина. У осины такие белесые какие-то, листики дрожат. Какие у нас там тучки. Наверняка там уже дождь идет. И у нас тоже немножко моросит. Но такой легенький совсем. А там прям вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Что такое? Мяч улетел? Вань, не зря отжимаешься. Поняшкин, привет. Ты видишь, Ван? А, я думаю, что... Почему моя головка? Я вижу... Нила, Ван, ты здесь. Операция по спасению мяча. Кэрри, ты, блин, застряла. Посмотрите на нее. Время у нас уже без пятнадцати, двенадцать. Я сейчас иду уже готовиться ко сну, наверное. Ну, по крайней мере, или фильм какой-нибудь посмотрим. Ну, короче говоря, уже все. Уже такое настроение сонное совсем. Я вам что хочу сказать. Я вам что хочу сказать. Я по поводу моего вязания. Я вяжу очень давно. Вяжу даже не помню, когда я вообще начала вязать. Лет в семи, наверное. Вообще не помню себя, не вяжущей. Вот. И я всегда вязала определенным способом. Определенным способом. Но если вы вяжете, или хотя бы какое-то представление имейте, вы поймете. Всегда всю жизнь я определенным способом провязывала кромочные петли. И тут вдруг меня прям осенило сегодня. Знаете, какие-то прям прозрения на меня находят последние несколько дней. Я подумала, что наверняка же существуют еще какие-то способы вязать кромочные петли. Может быть, чтобы изделие или часть изделия выглядела аккуратнее. И я просто залезла в YouTube посмотреть. Боже мой. Там столько мастер-классов оказывается. Во-первых, огромное спасибо людям, которые снимают все это дело. Это очень помогает. И почему я раньше не додумалась до этого? Это, понимаете, для меня это просто что-то вот... У меня отсутствует... Как вам сказать? У меня отсутствует какое-то... Я всегда очень однобоко смотрю на ситуацию. Я вот... Вот, допустим, у Вовы, у него всегда какой-то... Он со всех сторон осматривает, ну, так образно говоря, да, и делает какие-то выводы. У меня всегда вот все такое четкое, как в туннеле. Я всегда вижу только одну сторону вопроса. У меня то ли у меня фантазии не хватает, то ли у меня какого-то, я не знаю, там, логика напрочь отсутствует. Не знаю. Я сегодня просто открытие для себя сделала. Почему я раньше не могла до этого додуматься, я вообще не понимаю. Тем более, когда все так просто, можно просто видео в YouTube найти, посмотреть. Там даже человек, который никогда в жизни не вязал, поймет и сделает. Вот. Так что я начала вязать очередной детский чепчик. Теперь по-новому провязываю кромочные петли. Это выглядит гораздо аккуратнее. Я вяжу и получаю удовольствие. Я и так удовольствие получаю от вязания. А теперь, видя, что у меня получается еще аккуратнее, чем раньше, я прям вот все. Я прям наслаждаюсь. Вот. Такие вот дела. Так что всегда вот нужно на какой-то свой такой обычный рутинный процесс, который вы, может, каждый день делаете, как-то на секунду задуматься, а вдруг есть что-то, что может облегчить мне мой труд. Или вдруг можно сделать что-то эффективнее. Поискать, посмотреть. Ведь наверняка кто-то уже до этого додумался. Вот. Таким вот был сегодня наш день по поводу музея. Музей шикарный. Музей просто шикарный. Даже за деньги я бы с удовольствием еще раз даже пришла, потому что, как я уже сказала, ту часть, которая посвящена искусству, мы просто пробежали, мы толком ничего не смотрели. Музей закрывался. В общем-то, записывались мы с 15.30 до 16.30. То есть, по большому счету, нам давался час. Этого мало. Вот реально мало. Если читать все, мы не все читали, если все читать и изучать, этого мало. А есть что почитать. Есть что изучить. Это правда очень интересно. Вот. Поэтому музей очень интересный, очень классный. Прям всем рекомендую однозначно. Я не очень понимаю, почему он такой какой-то... Ну, я не знаю. Я бы не сказала, что я прям везде слышала о нем. Какой-то он не очень популярный, не очень на слуху, а зря. Очень классный, современный такой. Вот, знаете, чувствуется, что над ним поработали. Такой прям классный. Но меня так расстроило то место, где находится этот музей. Это... Вол мне сказал, что это, по-моему, запад Дублина. Я вам показывала. Это недалеко от завода Гиннес. Это недалеко от центра, на самом деле, да. Это 5 минут на машине до центра города. Но что-то там все так... Как-то прям печальненько, честно говоря. Такие незрачные дома, пустые улицы. Если проходят прохожие, проходят прохожие, то какие-то обязательно... Какие-то не очень доброжелательные, мне кажется, люди. Какое-то все такое вот мрачное, серое, какое-то облезлое. Много очень домов. Многоквартирных. Каких-то тоже неухоженных, с облупленной плиткой. Какое-то белье сушится везде. Что-то как-то вообще 5 минут на машине от центра города. Я что-то так как-то прям... То есть красивая картинка, она только где? Только где Гранд-канал, что ли, получается. Тот район, который я вам показывала, мне нравится. Ну, хорошо, там еще Графтон-стрит, центр, а дальше что? Все, что выходит за территорию прям центр-центра, это прям совсем печаль в Дублине. Дома, в которых идет ремонт. То есть видно на первом этаже, там стоят какие-то лестницы, там эти банки с краской. Ну, вот такого плана видно, что там что-то происходит, какие-то ремонтные работы. Окна закрыты металлическими сетками. Понимаете? То есть если квартира не жилая, ее закрывают на первом этаже металлическими сетками, чтобы в квартиру, что ли, не влезли. Я вообще не понимаю... Для меня такая дикость вообще. Не знаю. Крюска! Крюс, ты чего уснула? Крюся! Кэрь! Тебе там удобно? Кто уснула? Кучерявая! Кто уснула? Тебе удобно? Ты спишь? Все. Всем пока-пока. Всем спасибо. Хотел сказать, все свободны. Всем привет большой. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok